В рамках Года культуры с февраля по октябрь в Краснодарском крае проводится международный фестиваль «Золотая строфа» среди читателей библиотек 9-14 лет. О юных дарованиях из Славянского района в материале Надежда Неткачевой и Александра Косицына. Декламация, стори-тейлинг, буктрейлер – мало кому известно значение этих слов, но Константин Постовой знает, о чём идёт речь. Это основные виды литературного выступления. В 9 лет Костя начал ходить в читальный кружок. И сейчас, наряду со школьными занятиями, юноша находит время и для любимого дела – чтение книг в Барониковской сельской библиотеке. Кстати, там ему и предложили принять участие в конкурсе «Золотая строфа». Меня попросили выслать аудиозапись. Я закрылся, записался на телефон, отправил сюда, к нам в район, по электронной почке. И таким вот образом занял первое место как раз на муниципальном этапе. А дальше – участие в зональном этапе конкурса. Выбрав для декламации, то есть выразительного чтения прозы, отрывок из романа «Вадим» Михаила Юрьевича Лермонтова, зрители и жюри по достоинству оценили выступление юноши. Ему казалось не больше 28 лет. На лице постоянно отражалась насмешка. Горькая, бесконечная. Волшебный круг, заключавший вселенную. Костя Постовой занял первое место на зональном этапе в номинации «Вдохновленные словом». Как говорит сам мальчик, участие в конкурсе позволяет открыть миру свой талант, показать, на что способен, проявить свой творческий потенциал. Конкурс – словно чудесное путешествие в сказочную страну в реальной жизни. Даже начинающий поэт в конкурсе «Золотая строфа» может быть на уровне с великими мастерами слова. Это огромная радость и воодушевление. Так считает Валерий Андреев, который также принял участие в конкурсе литературных дарований. Поэт с помощью стихотворений выкладывает свою душу. Например, словами я не могу выразить свою душу. Потому что стихотворение – я могу всё. Благодаря конкурсу «Золотая строфа» молодые литературные дарования общаются между собой, обмениваются опытом, делятся своим творчеством. Валерий Андреев победил на зональном этапе в номинации «Музыка души» в лирике Лермонтова, продемонстрировав жанр стори-теллинг. То есть, продолжив произведение великого поэта «Нет, я не барен, я другой» на свой лад. На Бога я не уповаю. Все думы я вложил в свой стих. Себе желаю понимания. Хочу свободу для других. От равнодушия я заболеваю. Как жить среди насмешек, зла и лжи. Мне в этом поколении не встретить трепещущей от чуткости души. Это литературное состязание даёт не только возможность каждому юному поэту с любого уголка проявить свой творческий потенциал и дать жизнь своим произведениям. Но и в целом проливает свет на немного забытую область искусства – поэзию. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».